Насекомые — это самая большая группа из всех живущих существ на Земле, и на сегодняшний день науке известно более одного миллиона видов насекомых. Вряд ли можно встретить такого человека, который ни разу в жизни не испытал бы укус насекомого, ведь они могут покусать где угодно, на природе, в местном парке и даже дома. При этом чаще всего люди не знают, что за насекомое их укусило и насколько оно опасно. Последствия таких укусов могут быть совершенно разными, от обычного покраснения до угрозы жизни. В этом видео мы собрали 12 самых распространенных укусов насекомых, о которых лучше знать заранее и быть осведомленным, чтобы уберечь себя и своих близких. Номер 12. Клещ. Укус клеща является одним из самых опасных для человека, так как клещ переносит опасные заболевания, такие как боррелиоз, тулеремия, клещевой энцефалит и другие. Ротовой аппарат клеща устроен так, что позволяет легко и крепко присосаться к коже, при этом жертва вообще не будет чувствовать боли. Поэтому человек может обнаружить клеща спустя несколько часов, а иногда даже через пару дней после укуса. Вот как выглядит место укуса клеща. Это красное пятно окружностью в несколько сантиметров вокруг черной или красной точки. У человека, которого укусил клещ может возникнуть сильная аллергическая реакция на слюну насекомого с появлением крапивницы, головокружение, отеком гортани и даже анафилактическим шоком. В таком случае человеку необходима экстренная медицинская помощь. Вдруг, если обратиться к медикам невозможно, клеща следует удалить самостоятельно. Для этого нужно взять пинцет и вращательными движениями попытаться его достать. При этом пинцет нужно держать строго перпендикулярно поверхности укуса. Можно сделать петлю из нитки, захватить клеща как можно ближе к месту его проникновения, и затем аккуратно вытянуть. Место укуса необходимо смазать йодом, спиртом, зеленкой или одеколоном. Посещая места скоплений клещей вы должны быть осторожны и всегда знать о существовании защитных мазей, спреев и гелий, которые эффективно отпугивают клещей. Номер 11. Оса. Укус осы очень болезненный. Обычно они нападают, ощущая опасность. Однако иногда причиной их нападения могут быть и другие факторы, например запах. В месте укуса ощущается жжение, оно распухает и становится красного цвета. В большинстве случаев неприятные ощущения проходят всего через пару часов, но у некоторых пострадавших возникает сильная аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу. Сразу возникает очень сильный отек, который быстро увеличивается, человеку становится трудно дышать, по всему телу появляется сыпь и зуд, начинается тошнота и рвота, а также появляется головокружение. Первую минуту нужно посмотреть, осталось ли жало и если оно вранье, то вытащите его. Потом обработайте место укуса перекисью водорода. Если нет возможности, то промойте его водой, чтобы смыть грязь и остатки яда. Можно приложить лед, чтобы снять боль. Затем замотайте место укуса стерильным бинтом, чтобы не дать яду распространиться по организму. Примите антигистаминное средство, даже если ранее аллергии у вас не было и пейте как можно больше жидкости. Помните, что осы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, так как они любят мусорные свалки, поэтому будьте осторожны, когда выбрасываете мусор в уличный контейнер. Старайтесь носить одежду светлых тонов и не пользуйтесь сильно пахнущей парфюмерией. Номер 10. Комар. Укус комара можно вообще не заметить, однако существуют болезни, которые переносят эти насекомые. Например, вирус Зика, малярии и так далее. Укус комара выглядит как красная точка, приподнятая над кожей, и может быть в форме круга или капли. Затем возникает зуд и в случае повышенной чувствительности человека к укусам комаров, может развиться аллергия в виде красной сыпи по всему телу. Если это случилось, то нужно принять антигистаминное средство. Нельзя чесать место укуса, как бы сильно оно не чесалось. Лучше смазать его раствором питьевой соды, соком алоэ, или лимона, можно сделать компресс из кубиков льда и держать до согревания. Также можно использовать лавандовое масло или яблочный уксус. Все эти средства снимают отечность и убирают покраснения. Для защиты от комаров, используйте москитные сетки на окнах своего дома. При поездке на природу берите с собой кремы, гелия, мази, аэрозоли, а также не забывайте про народные средства, так как известно, что комары не переносят запах атоматной листвы, гвоздики, аниса, эвкалипта, камфора и уксуса. Номер 9. Пчела. Укус пчелы болезненный и неприятный, но распознать его довольно просто, потому что вместе с жалом она оставляет свой пищеварительный тракт. Место укуса пчелы, это покраснение кожи с белой точкой в центре. Как и при укусе осы, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция. Появляется сильный зуд и сыпь по всему телу, а также тошнота, рвота и затрудненное дыхание. Первым делом следует срочно удалить жало, чтобы яд не попал в кровоток, затем принять антигистаминный препарат и если нужно, то обезболивающее. Место укуса промойте с мылом в проточной воде, так вы удалите остатки яда с кожи. Приложите кусочек льда, чтобы уменьшить боль и частично снять отек. Смажьте место укуса любой успокаивающей мазью, если она есть под рукой. Хорошо подойдет гидрокортизон, это снимет отек и зуд, а также пейте много воды, так яд быстрее выведется из организма. Номер 8. Паук. Укус паука не представляет опасности для человека из-за толстой кожи, но для детей эти насекомые являются более опасными. Для жизни человека серьезную опасность могут представлять лишь некоторые виды ядовитых пауков, это прежде всего черная вдова, тарантул и бурый паук-отшельник. Внешне укусы пауков часто напоминают укусы пчелы, иногда комаров. После укуса возникает небольшое покраснение, при пухлости отек. Пораженному участку нужно приложить холод и желательно выпить парацетамол. Еще рекомендуется выпить противоаллергическое средство, поскольку от укуса может возникнуть аллергическая реакция, после чего место укуса нужно забинтовать. При укусе тарантула, черной вдовы или отшельника, через час-полтора возникает боль, головокружение, и затрудняется дыхание, в таком случае нужно обратиться за медицинской помощью. Номер 7. Шершень. Укус шершня очень болезненный и может стать смертельным, если у человека есть аллергия на укусы насекомых. Шершни – это особо крупные осы и длина их тел может достигать до 5 см. На месте укуса возникает покраснение с появлением небольшого волдыря, оно распухает и появляется острая боль, если насекомое ужалило, то действовать надо быстро, так как организм выдает немедленную реакцию, которая сопровождается отеком квинки и крапивницей. При укусе нужно срочно вызвать скорую помощь, и дожидаясь врачей самостоятельно вытащить пинцетом жало. Место укуса целесообразно обработать раствором перекиси водорода, чтобы в рану не попала инфекция. Еще рекомендуется приложить к месту укуса лед, если под рукой его нет, то подойдет и холодный компресс. Необходимо принять антигистаминный препарат. Это следует сделать даже при отсутствии признаков появления аллергической реакции. Спровоцировать шершни на укус несложно, достаточно начать резко двигаться, махать руками или попытаться схватить насекомое, поэтому всегда соблюдайте меры предосторожности. Номер 6. Слепень. Укус слепня очень неприятный и болезненный. Место поражения быстро опухает, краснеет, уплотняется и может сопровождаться повышением температуры тела. При этом человек ощущает зуд и жжение. Расчесывание приводит к попаданию в рану инфекции, к дерматиту, а порой и к некрозу кожного покрова, вызванного флегмоной. Аллергия на укус слепня достаточно редкое явление. Однако при укусе слепень может служить механическим переносчиком заболеваний, передающихся с кровью сибирской язвы, тулеремии и филериоза. После укуса слепня врачи советуют охладить пораженное место и промыть его водой с мылом, затем обработать кожу любым антисептиком, это может быть спирт, зеленка, йод или перекись водорода. Если под рукой ничего этого нет, то подойдет подорожник, сок одуванчика или компресс из солевого раствора. Чтобы избежать укусов слепней, выезжая на природу не стоит останавливаться там, где поблизости осуществляют выпас скота. Надевайте одежду светлых тонов и если есть возможность с длинными рукавами и штанинами. Номер 5. Муравей. Укус муравья не опасен, но после укуса человека беспокоит сильный зуб и неприятная жгущая боль. Кожа после укуса, как правило, краснеет и сильно опухает, но через несколько дней все проходит. Для снижения интенсивности раздражения, место укуса нужно промыть водой и протереть любым дезинфицирующим средством. Можно воспользоваться народными методами, протереть раствором соды или соком алоэ, приложить в холод для уменьшения отека. Номер 4. Блоха. Укус блохи вызывает небольшие припухлости, которые, как правило, очень зудят. Вокруг укуса образуется большое красное пятно и валды. Как и в упомянутых случаях, необходимо сделать дезинфекцию пораженного места. После этого, укус нужно обработать серной мазью. Также можно воспользоваться народным методом, например, приложить чайные пакетики. Номер 3. Клоп. Укус клопа выглядит, как небольшая припухлость округлой формы красного цвета, с ярко выраженной шишечкой посередине. Часто их принимают за аллергическую сыпь или укусы комаров. Если укусы располагаются на одной линии, то можно с полной уверенностью сделать вывод, что вас покусали клопы. Место укуса необходимо смазать бипонтеном или звездочкой, препарат убирает зуб, отечность и воспалительный процесс. Номер 2. Вош. Укус в шее проявляется характерными пятнами голубовато-красного цвета, которые находятся в нескольких сантиметрах друг от друга. Чаще всего в шеи кусают плечи, спину, подмышки, бедра и живот. В отличие от клопов, укусы в шее хаотичны. При обнаружении паразитов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью к специалисту медицинского учреждения. Номер 1. Муха. Укус мухи не опасен, но если на месте укуса появляется красное пятно с болезненными ощущениями, то реагировать необходимо быстро, так как она может быть переносчиком различных заболеваний. Появляется головная боль, и язвы на коже. Как и во всех случаях, необходимо промыть рану большим количеством воды и обработать антисептиком, а также смазать мазью, чтобы снизить воспалительную реакцию.